Зачем Турции всё это было нужно именно сейчас? Версии и догадки высказывают разные. В комментариях просматриваются и попытки сорвать формирующийся союз против ИГИЛ, и сложные расклады на политической карте региона, и ведущий от исламистов нефтяной след. Проблему по слоям изучил Павел Матвеев. Су-24 выполнял боевую задачу в Сирии и упал на территории Сирии. Даже если бы он действительно зацепил турецкое небо, для того, чтобы его сбить, нужно было очень хотеть его сбить. Случаев, когда военные самолёты одной страны задевают воздушное пространство другой, в истории множество. Военные самолёты самой Турции только с начала этого месяца более 50 раз входили в воздушное пространство Греции, с которой у турок давний конфликт. Случаи же, когда чужие самолёты сбивают наперечёт. Бескрайней необходимости этого старается не делать никто и никогда, ограничиваясь гневными тирадами и вызовом послов. Сами же турки так и поступили в начале октября, когда российский истребитель в самом деле оказался в воздушном пространстве соседней страны. Что же за крайняя необходимость появилась у президента Эрдогана с тех пор? Давайте сразу выведем за скобки разговор о том, что это могла быть некая случайность или спонтанное решение турецких военных. Это не спонтанное решение. Это решение не только оперативно-военное на тактическом уровне, но что оно принималось на политическом уровне, потому что такого рода согласования не могут пройти мимо руководства страны. Какую-то неделю назад, принимая саммит 20-ки у себя в Анталье, президент Эрдоган широко улыбался президенту Путину, как и другим мировым лидерам. Ответ на вопрос, что с тех пор изменилось, подсказывает график встреч этих самых мировых лидеров, а конкретно французского президента Оланда. Вчера он встретился с британским премьером Кэмероном, сегодня прилетел к американцу Обами, завтра поговорит с канцлером Германии Меркель, а послезавтра с результатами всех этих бесед приедет в Москву. Речь везде идет и будет идти о создании единой коалиции в Сирии для борьбы с ИГИЛ, запрещенной во многих странах, в том числе в России. Эта борьба, как все уже, кажется, поняли, в общих интересах всех этих стран. Но не в интересах Турции. Претендуя на главную роль в регионе, она играет на противоречиях тех, кто бьется друг с другом в Сирии. ИГИЛ, армии Асада и курдов, которых турки считают врагами, туркоманов, которых они напротив считают своей главной опорой в соседней стране. Сирийская армия вступила сегодня в тяжелое противостояние с отрядами оппозиции, среди которых есть туркоманы, туркоманское меньшинство. Это сирийские турки, это люди, которых, естественно, в Турции рассматривают как своих, как соотечественников, иногда даже своих граждан. Они им оказывают всестороннюю поддержку. Более того, еще второй важный фактор для Турции, это то, что туркоманы рассматриваются ими как определенная сила, которая может сдерживать курдов. Очень устраивают Анкару и дыры на сирийской границе, позволяющие боевикам приезжать в Турцию отдыхать и лечиться. И ИГИЛовские контрабандные нефтяные потоки, идущие через Турцию и приносящие ей колоссальные доходы. Лишаться всего этого не хочется. Сегодняшняя атака на российский самолет говорит о том, что Турция сняла то, что называется маски окончательно, и сказала «я на стороне ИГИЛ». Ни для кого не секрет, что у истоков этих государств головорезов стояла Турция. Она их кормила, поила, снабжала оружием, деньгами, покупала у них нефть, продавала эту нефть, защищала как могла. И действия наших вооруженных сил, ВКС, в Сирии, конечно, сильно им перепутали все карты. И злость, которую не может скрыть Эрдоган, вот из-за того, что происходит сейчас в Сирии, не по его сценарию, он не мог это скрыть. Сейчас, когда российская операция в Сирии начала приносить реальные результаты, более того, когда оформился союз между Францией и Россией по борьбе с ИГИЛ, вот именно в этот день должна начаться была совместная операция России и Франции, то есть координация действий, турки решили нанести действительно удар в спину, потому что они поняли, что время их проекта, именно ИГИЛ, заканчивается. Они попытаются, я думаю, на этом фоне перевернуть все с ног на голову, сказать, что они пострадавшая страна, что российские самолеты бомбят не тех террористов, что они угрожают безопасности Турции, и поэтому надо срочно остановить российскую операцию в Сирии, или, по крайней мере, каким-то образом ее переформатировать, взять под контроль НАТО и так далее. Нынешнему поколению турецких политиков не привыкать противопоставлять себя кому угодно, демонстрируя зубы то Западу, то Востоку, мол, Анкара никого слушать не будет, а будет делать то, что ей нужно. Сейчас ей нужно сорвать создание антиигиловской коалиции, а самый легкий способ это сделать — внести раскол между Россией и Западом. Вообще Турция не пошла бы на такой шаг, если бы не чувствовала, что за ее спиной стоит альянс НАТО, и Турция, как один из его членов, понимает, что находится под серьезной защитой. Поэтому это вопрос еще, конечно же, и к руководству НАТО, которое все последнее время немножечко подзуживало Турцию и как бы намекало, что Россия, несмотря ни на что, вроде с одной стороны наши партнеры в борьбе с терроризмом, а с другой стороны это наш возможный противник. НАТО теперь срочно собирается на внеочередное заседание Совета Альянса, решать, что делать дальше. Естественно, последние события отразятся и на ходе переговоров Аланда с коллегами. Как именно, выяснится очень скоро, ситуация меняется быстро. Павел Матвеев, Анна Заякина, Юлия Заграничного, Первый канал.